Председатель правительства Республики Доментий Кулумбеков провёл рабочую встречу с председателем Государственного комитета по налогам и сборам Владимиром Каджаевым. На встрече также присутствовал заместитель председателя правительства Алан Техов. Обсуждались итоги работы налогового комитета за прошедший год и направления, по которым Госкомитету предстоит работать. Разговор зашёл и о необходимости усовершенствования организационной работы Госкомитета, резервах которой имеются для наращивания собираемости налогов в государственный бюджет. От эффективности работы налогового комитета и от того, насколько каждое управление обеспечивает системную и организационную деятельность, зависят общие результаты комитета по пополнению госбюджета, отметил председатель правительства. За последние два года наблюдается рост доходов в бюджет республики. Это говорит о совершенствовании работы ведомства, заметил премьер-министр. Комитет стал более принципиально подходить к работе, деятельности субъектов налогообложения. Мы должны постепенно добиваться того, чтобы налоговое законодательство на территории республики всеми участниками процесса предпринимательской деятельности безукоризненно соблюдался. Хочу подчеркнуть, что наш закон, учитывая то обстоятельство, что субъекты предпринимательства тоже многие из них находятся на стадии только формирования, развития своего, становления на ноги, как говорится. Поэтому мы законодательство наше не ужесточаем. Наоборот, мы принимаем меры, чтобы он был достаточно либеральным для того, чтобы было комфортно заниматься предпринимательской деятельностью в нашей республике. И вот в этих условиях мы должны обеспечить, я еще раз повторюсь, полное соблюдение законов, существующих в сфере налогообложения. Они должны выполняться. Госкомитет по налогам и сборам свою деятельность осуществляет на основании законов о налоговой системе республики Южная Осетия. Главой комитета Владимиром Каджаевым было отмечено, что исполнение годовых заданий за 2015 год составило более 695 миллионов рублей. Наибольшее исполнение у нас наблюдается по акцизам. Это 143,5%. Хочу заметить, что еще в 2014 году поступления по акцизам были минимальные, составили чуть более 1 миллиона рублей, тогда как в прошлом году почти 6 миллионов достигли акцизные сборы. Неплохие сборы у нас наблюдаются по налогу на добавленную стоимость. Вместо 128 миллионов мобилизованных бюджет 168 миллионов рублей. Хочу особо подчеркнуть администрирование и исчисление подоходного налогообложения. Здесь также у нас наблюдается положительная динамика. Вместо 240 миллионов бюджет перечислено 277 миллионов. Это при том, что в основном у нас налоговая база не увеличилась, то есть инфакты у нас не увеличились. Туда шут более четкого и лучшего администрирования. Здесь и свою роль сыграла работа Казначейства Республики Южной Осетии. То есть более четко уже отслеживаются все эти действия. Поступление по налогам за пользование природными ресурсами увеличилось во много раз. Два года назад они составляли около 300 тысяч рублей, а по итогам прошлого года более 1 миллиона рублей. И это не предел. Неплохие результаты у нас по единому налогу на уменённый доход. Вместо 6 миллионов собрали более 7 миллионов рублей. Это налог, которым изыскиваемся предпринимателей. Ставка там фиксирована и за счёт просто количества самих налогопотребщиков, а также улучшения в администрировании. То есть это на время на рост предпринимателей? Да, на время на рост предпринимателей есть, конечно. Многие закрываются, но в то же время и открываются новые предприниматели. Вопросов и нерешённых задач в работе Госкомитета ещё много. Как отметил глава налогового ведомства, не все предприниматели считают своим долгом соблюдать налоговое законодательство и выплачивать налоги. В отношении их принимаются штрафы и санкции. По пеням и штрафам в прошлом году в бюджетах было начислено более 2 миллионов рублей. Это санкции, которые были применены к самим налогопотребщикам. Это не своевременная выплата, это не представление декларации, сокритие налогов и так далее. По мерам принимаемых налогопотребщикам, хочу отметить, что более 16 миллионов рублей было взыскано принудительным правом из налогопотребщиков. Сколько миллионов? Более 16 миллионов рублей. По разным причинам, которые либо не хотят выплачивать, либо сливать свои органы. Приходилось обращаться к судебным органам. Это не только предприниматели. Это уже ко всем налогопотребщикам. Председатель правительства Доментий Кулумбегов предложил более жёстко подходить к таким субъектам. Отмечать нарушителей, держать общественность в курсе деятельности таких нерадивых предпринимателей и налогоплательщиков. При наших либеральных законах не платить ещё налоги – это не просто нарушение перед обществом. У бизнеса есть своя ответственность. Не только государство перед ними ответственно и постоянно не должно звучать. Вот нам государство не помогает, вот нам не помогает. Это я ещё раз хочу повторить, что государство помогает. Недавно и на совещании, которое мы проводили по итогам года, я сказал, цифру кредитов, которую наши банки выдали предпринимателям, юридическим лицам. Это 114 миллионов, а не 14 миллионов, как говорится, обозначено во вчерашнем номере газеты «Южная Осетия». То есть 114 миллионов. Мы, значит, из своих скудных возможностей, банки, спасибо им огромное, изыскивают возможности в это трудное время. Для нашей республики эти деньги, они немалые деньги. И мы помогаем. То есть, это означает, что мы от других программ каких-то, которые за счёт этих денег можно было бы реализовать, да, сознательно, зная о том, что бизнесу надо помогать и предпринимателям надо вставать на ноги, да, мы эти деньги отрываем оттуда и направляем на то, чтобы предприниматели могли активизировать свою деятельность. И в это же время некоторые из этих предпринимателей, они не хотят платить налоги. Такого не должно быть. Я ещё раз говорю, бизнес свою ответственность должен чувствовать, и это должно проявляться в единственном, чтобы качественные услуги оказывать населению и своевременно платить налоги. Поскольку эти налоги, потом эти средства идут на решение социальных проблем и вопросов, которых много пока в нашей жизни. В прошлом году Госкомитетом по налогам и сборам было проведено 122 мероприятий налогового контроля. В результате было установлено 39 объектов незаконной предпринимательской деятельности. Премьер-министр отметил, что необходимо ужесточить меры по отношению к таким злостным нарушителям закона, увеличить штрафные санкции. Если он не хочет платить минимальный налог, пусть платит больше, отметил Доментий Кумбеков. Председатель налогового комитета Владимир Каджаев обозначил, что в текущем году ведомство начало руководствоваться новым налоговым кодексом. Он был принят парламентом 30 декабря 2015 года и вступил в действие с 1 января. Это закон, в котором налоговое ведомство нуждалось давно. Новый налоговый кодекс состоит из двух основных частей. Первая часть, основанно рассматривается правообязанности налоговых органов, право чётко и очень ясно, определены обязанности налогоплательщиков, какие налоги им следует уплачивать, какие сроки, какие декларации надо представлять, как они могут обжаловать действия или бездействия налоговых органов, и в то же время, как может налоговый орган отсудить или привлечь к ответственности налогоплательщиков. Всё это рассматривается в первой части. Во второй части у нас рассматриваются уже виды налогов и взыскания с налогоплательщиков. Хочу отметить, что никаких новых налогов не вводится новым законодательством. Наоборот, мы убрали оттуда платежи, которые взыскивались в дорожные фонды и раньше. Это налог на пользователя автодорог, который мы полностью убрали из данного, его уже просто нет. Мы убрали оттуда налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения, которые в основном платили наши физические лица при оформлении отличного имущества. Тоже мы это убрали. То есть ничего нового мы не ввели. Единственное, что мы ввели, это специальный налоговый режим. Если человек переходит на уплату специального налогового режима, он восхлаждается от уплаты других налогов. Это вводится в замену уплаты некоторых налогов. То же самое, что и единый налог. Мы ввели единый сверхозналог. И ввели потепную систему налогового вложения. А также упрошенную систему налогового вложения. Ставки по этим налогам, они ниже, чем в Российской Федерации. То есть ставка единого сверхозналога у нас установлена на размере 1%. В законе чётко обозначены права потребителей и требования к их деятельности. Председатель правительства подчеркнул, что руководство республики будет наращивать помощь бизнесу. Везде, во всех странах, вот именно либеральная, либерализация налогового законодательства как раз, это жесть со стороны государства и помощь со стороны государства предпринимателей. И во всех развивающихся странах, во всех вот таких государствах, как наши, да, где мы только-только становимся на ноги, возрождаемся, в том числе и предпринимательский класс наш находится в стадии становления. Вот здесь мы все это учитываем и даём максимальные возможности, которые сегодня можно в наших условиях давать, для развития предпринимательства. Это все должны понимать и правильно это воспринимать и не занимать всё время вот позу. Значит, мы работаем, а вот нам вмещают и не помогают. И это тоже надо доводить до предпринимателя и давать им понимать, что государство вместе с ними и государство, власть, правительство Северное, президент республики делают всё для того, чтобы, я ещё раз говорю, при наших очень скудных возможностях предприниматели себя чувствовали более или менее комфортно в своей деятельности, в своей работе. Премьер-министр поручил заместителю Алану Техову вместе с председателем налогового комитета в ближайшее время провести встречу с предпринимателями с целью информирования об изменениях в новом налоговом законодательстве, с тем, чтобы исключить непонимание друг друга. «У нас с бизнесом должны быть партнёрские и взаимовыгодные отношения», отметил премьер. «А не так, чтобы государство было обязанным перед ними, а они нет». «Отступать не будем, чтобы в максимальной степени способствовать созданию благоприятного климата для предпринимательства. Это нам нужно не только для собственных предпринимателей, тем самым мы создаём условия для того, чтобы к нам и инвесторы приходили. Я понимаю, что на сегодняшний день пока робкие шаги предпринимаются инвесторами иностранными, но инвестор всегда присматривается к тому, какие условия в том или ином государстве созданы для благоприятного ведения бизнеса. Естественно, только потом он начинает что-то вкладывать. «Поэтому нам и в этом плане надо работать, предстоит работать. А, Заврюч, мы, наверное, в этом году должны провести экономический форум у нас в республике. Мы отдельно об этом должны будем поговорить. И сегодня мы уже можем есть, что, так сказать, предъявить, есть, что показать потенциальным инвесторам. Мы можем те наши возможности, которые могли бы мы совместно реализовывать с инвесторами, обозначить. И вот эту работу, эту работу нам тоже надо начать». Как отметил Владимир Каджаев, в новом году будет продолжена работа по улучшению деятельности налоговых органов. Премьер-министр республики просил обратить пристальное внимание на аспекты, в которых наблюдаются низкие показатели. Было дано поручение организовать координационную работу налогового комитета с соответствующими заинтересованными органами по выполнению субъектов налогообложения. Обратить внимание на работу межрайонной инспекции. Взаимодействовать с районными органами власти. Перед каждым налоговым органом должны быть поставлены чёткие целевые направления и сроки их реализации. Председатель правительства пожелал успешной работы налоговому комитету в текущем году по благо развития республики.